Привет! В эфире предпраздничный репортер Алексей Коноплев. Ёлки срублены, мандарины поспели и до нового года осталась ровно неделя. Начинаем обратный отсчет, но не расслабляемся. Время еще преподнесет нам немало сюрпризов о том, как текла жизнь в Самаре и окрестностях на минувшей неделе в следующих сюжетах. ЧП недели. Из-за порыва теплотрассы в Самаре без отопления остался целый район. Кто виноват в происшествии и все ли последствия аварии устранены сейчас? Репортер разобрался. Мисс Самара-2013 ради короны победительницы отменила собственную свадьбу. На что еще пришлось пойти конкурсанткам? Репортаж с подиума «Беспрекрас». Мэр Тольятти решил стать актером. Премьера спектакля с его участием прошла при полном аншлаге. Посмотреть на игру Андреева собрался весь бомонд. Был там и репортер. По традиции начнем программу с самого масштабного ЧП. Главным происшествием на этой неделе стал порыв теплотрассы на проспекте Кирова. Десятки, даже сотни жилых домов, школы, детские сады, поликлиники и дом ветеранов. Целый район остался без отопления на несколько суток. Люди были вынуждены покинуть свои дома, а коммунальные службы все это время работали на месте порыва без перерывов на сон и обед. Что сейчас происходит на месте аварии и почему случился порыв в следующем сюжете. 152 жилых дома, 7 детских садов, 6 учебных заведений и одна поликлиника. Целый район Самары на сутки остался без отопления. Коммунальной аварии на проспекте Кирова официально был дан статус чрезвычайной ситуации, когда температура на улице опустилась до минус 19. В квартирах термометры едва дотягивали до 10 градусов. Теплотрассу прорвало в ночь на вторник. С утра жители окрестных домов проснулись уже без горячей воды в кранах и батареях. Она вся была на улице. Район ЧП охватило огромное облако пара. Он валил из-под земли и подвалов домов. В квартирах, школах, детских садах было влажно, но еще тепло. Представители Самарского филиала Волжской ТГК обещали устранить последствия аварии уже к обеду. Но к вечеру вторника стало понятно, что на ликвидацию ЧП понадобится куда больше времени. На заседание оперативного штаба по устранению аварии было принято решение отменить занятия в школах и детских садах, попавших в зону ЧП. Мэр Дмитрий Азаров экстренно прервал рабочую поездку в Москву и вылетел в Самару. А температура в домах начала стремительно падать. Вся должна быть хорошо огненная. Она сейчас ледяная полностью. Два обогревателя, а градусник все равно. Плюс 14 показывает. Невозможно. 10 градусов нет в квартире. Устранить аварию не удалось и к утру среды, хотя коммунальщики работали уже сутки без перерыва. Для замерзающих жителей были созданы пункты помощи и люди стали спешно покидать свои квартиры. Как собака себя чувствует? Под одеяло ко всем лезет. Под в одеяло с нами спит. Не лазит вообще. Не хочет на улицу, только дома спит. Холодно, скулит, бегает. Я сейчас поеду к родственникам, буду у них. До тех пор, пока не дадут запринь. И все. А потом я выставляю квартиру на продажу. Я серьезно, я сделаю ремонт неплохой в квартире. Я полностью все переделаю. Я буду продавать эту квартиру. Потому что жить в таких условиях я больше не буду. У нас ребенок маленький, грудной. Вот 4 месяца исполняется. Мы вынуждены куда-то уехать с ним. Потому что невозможно. Но вот будем спасаться бегством. Под личный контроль ситуацию взял вице-губернатор Александр Нефедов. С утра он провел экстренное совещание по поводу ЧП. И пояснил, что уже к обеду авария будет ликвидирована. 40 минут назад начали сварку. Минимум 2 часа. Ее нельзя не положить, не получится раньше. Мы ее 2-2,5 часа на максимум. Мы ее закончим. После этого будем проверим надежность и будем заполнять систему. На заполнение уйдет. Нельзя дергать. Не менее тоже 2,5 часа. В итоге около трех дня коммунальщики отрапортовали, что прорыв наконец удалось ликвидировать. Специалисты пообещали дать тепло в жилые дома уже этим вечером. Я думаю, что если все у нас нормально пойдет, соответственно, завтрашним днем почистим, закроемся, перекроемся. И, соответственно, завтра будем организовывать под засыпку. Если все надо. Отопление во все здания, в том числе школы и детские сады, коммунальщики обещают подать не позднее утра четверга. А к вечеру четверга обещают устранить и все последствия аварии. Морозы на улице и желание прогреть свою квартиру газовой плитой едва не стало смертельным для героев следующего сюжета. Вся семья, мама, папа и двое маленьких детей едва не отравились угарным газом. Их спасла собственная бдительность. Родители успели вызвать скорую. Родственники пострадавших до сих пор в шоковом состоянии. В этой квартире едва не погибла семья из четырех человек. Скорее всего, они отравились угарным газом. Мама, папа и двое сыновей. Они вовремя успели вызвать скорую. Всех пострадавших сразу госпитализировали. Родители отвезли в больницу Калинина детей. Двухгодовалого мальчика и его пятилетнего брата в клиническую. Они только переехали. А когда переехали? Ну, неделю, три назад. Газовики провели в квартире порядка часа. Они винят во всем газовую колонку. Хотя перед переездом при продаже квартиры ее должны были осмотреть. По второй версии, семейство обогревало квартиру при помощи плиты. У них горели газовые конфорки. Официальных комментариев на камеру специалисты давать отказались. Отключили мы его. Отключили газовую колонку? Вот встаньте, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, что с колонкой произошло? Нет, в комментариях. Теперь закройтесь, пожалуйста. Пока родственники пострадавших выясняют причину отравления, молодая семья всем составом находится в отделении токсикологии. А в рождественное ребенку ночью пришлось вызвать целый экипаж спасателей, потому что тот обварился кипятком. Мальчика экстренно эвакуировали с того берега. По словам родителей, ребенок опрокинул на себя чайник с кипящей водой. Как это произошло, будут разбираться специальные органы. А пока мальчика срочно доставили в больницу. По словам спасателей, у него повреждено почти 70% тела. Обжегся ребенок кипятком двухлетний. Ну вот, нужна была срочная эвакуация в больницу. В темное время суток и торос, подвижка льда. Сложно пробиваться. Можно заострять. В Самаре ребенка будут обследовать врачи больницы Пирогова. А в Тольятти на минувшей неделе тоже спасали детей. Но только совершенно необычным для регионального уровня способом. В театре «Колесо» прошла премьера благотворительного спектакля, чтобы собрать денег на лечение двух малышей. На сцену вышли непростые актеры. В постановке были задействованы известные политики и крупнейшие бизнесмены города. Одну из ролей спектакли сыграл и мэр Тольятти. Репортер побывал на премьере. На вешалку, с которой все начинается в театре, здесь попадают только очень дорогие миха и строгие пальто. Билет по несколько тысяч рублей и в зале все свои. Бомонд Автограда мило улыбается и косится на копилки для сбора пожертвований. Неужели еще платить? По большей части люди у нас щедрые. То есть в основном это от 100 рублей. Кто-то бросает 500. Среди зрителей репортер встречает бывшего мэра Николая Уткина. Не так давно он вышел из мест не столь отдаленных и очень жаждет увидеть всех и сразу на сцене. Он точно знает, что политика это тоже театр, как правило, трагикомичный. Ну вообще я бы хотел посмотреть всех, кто будет участвовать. Вы посмотрите на ту же Государственную Думу. Сколько там актеров? Начиная с Жириновской и многих других. Сегодня Миронов уже стал актером. Посмотрите на нашу Губернскую Думу. Тоже достаточно немало уже там актеров набралось. Действо пошло. На сцене депутат Городской Думы с известным бизнесменом идут жениться к невесте, Тольяттинскому ресторатору. В роли ее папы крупный банкир Волошин. Заигравшись, не пропускает ни одной рюмки. И вообще на сцене творится что-то совсем не детское. За романтизм! Это гадагразие! Обнимайте мою жену! Это я тебе даже сам не позволяю! В середине этой свадебной бакханалии появляется первое лицо города с огромной бабочкой на шее и со смущенной улыбкой на лице. И тут мэр одного из крупнейших городов страны дает представление. Под аккомпанемент барабана и трубы веселит народ на сцене. Бомонд пляшет, пока мэр резко не обрывает свой номер. В антракте, толкаясь локтями в очереди за коктейлями, публика скажет, что этой труппе хоть завтра на гастроли в любой театр они могут показать не только комедию. Комедию все равно играть, наверное, интереснее, потому что ты на подъеме. Как бы эмоции находишься, и зал тебя поддерживает. А трагедия, она больше, наверное, связана все-таки с профессиональной деятельностью тех или иных артистов. Те люди, у которых работа как трагедия, успешно завершают спектакль. При полном аншлаге продолжительная овация «Их зовут на бис». Цель достигнута, и она не в том, чтобы веселить городскую элиту. Неважно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей. Собрать миллион рублей за один вечер и помочь конкретным детям на операцию, решить проблемы, которые родители им не в состоянии решить. Я считаю, это стоит там. Миллион уже скоро поступит на счета двух семей. Деньги помогут двум детям, страдающим тяжелыми заболеваниями. Маленькие Маккар Ниров и Владислав Аверисян на спектакле не были. Но аплодировать взрослым дядям и тетям они точно будут. Как поправиться? И последняя, но самая красивая новость недели. В холодной столице губернии подвели итоги жаркого конкурса «Мисс Самара-2013». Несмотря на то, что ради короны победительницы девушки были готовы на все, многим не удалось пройти даже финал. В этом году строгой жюри выбирала девушку, которая соответствует мировым стандартам красоты и сможет стать еще как минимум Мисс России. Впрочем, все участницы смогли вдоволь помериться своим интеллектом, грацией и, конечно, формами. Репортер приложил все обаяние, чтобы познакомиться с королевой красоты. Какой должна быть «Мисс Самара-2013»? Эти девочки могут показать во всех ракурсах длинные ноги, гибкий стан, обворожительная улыбка. И у каждой финалистки здесь свое секретное оружие. Оттачивая конкурсные выходы на служебной лестнице, они готовы на все ради титула и короны. Это финал самого престижного конкурса красоты в Самаре, и он будет жестоким. Говорят, в Самаре самые красивые девушки, но жюри, как всегда, ломают голову, как выбрать лучшую среди лучших. В финалистке конкурса участницы отбирали по строгим параметрам. Брали только незамужних, но при этом с модельной внешностью, а главное – высоким ростом, что для самарчанок оказывается большая редкость. Так как я являюсь представителем Мисс России, требования все ужесточаются и ужесточаются, и на сегодняшний момент вообще рост где-то от 176. Но это не мы придумали, к сожалению. Была бы моя воля, у нас росты из 168, очень красивые девушки. Я только руководствуюсь тем требованиями, которые мне говорят. Мы не будем отставать от мира, от Европы, не будем сочинять велосипед и будем делать так, как положено. Но исключения с правил все-таки были не хитростью, так обаянием, не обаянием, так настойчивостью. 16-летняя Таня Мартынова на свой страх и риск попала в финалистке конкурса, прибавив себе лишний год. Как убедила жюри – неизвестно. Я всегда во всех конкурсах участвую, не по своему возрасту. Например, профессия фотомодель, там с 18 я с 16 прошла лет. Впрочем, на конкурсе все проходило столь прилично, что ограничений можно было не ставить и вовсе. Разве что в заданиях на эрудицию сразу становилось понятно, кто еще не дорос до высокого титула. Какую пиу сейчас читают? А еще были дефиле в костюмах, платьях и повседневных нарядах. И как среди этих красавиц жюри выбрало лучшую для репортера, так и осталось загадкой. Мисс Самара 2013, номер 2, Прудникова Анастасия! Ну вот и все. Теперь можно смело открывать новую неделю. Она наверняка будет сумасшедшей. Впрочем, об этом мы узнаем уже завтра. Увидимся в это же время в телевизоре. Пока!